Мур, привет друзья, с вами Зверько. Помните мое возмущение по поводу однообразности навыков Баданга? Так вот, похоже, человека, отвечавшего за его скиллы, отогнали тапками от компа и пересобрали железнорукого. Смотрим. Пассивка. Теперь каждый пятый удар Баданг наносит с прыжка коленом, отталкивая противника. Если за противником стояла или стена, или башня, в общем, не шевелящийся твердый предмет, вроде АФК Грока, то противника толчок оглушает. Собрав максимальную скорость и золотой посох, можно противника держать у стены. Но, думаю, длительность оглушения сократят в дальнейшем. Первый навык остался прежним. Единственное, что я упустил в прошлом видеообзора Баданга, если противник у стены, и вы заряжаете по нему первым навыком, то он получит двойной урон. Применение навыка дает стак пассивки. Второй навык. Изменили, сделав связку со всеми другими навыками. Теперь Баданг прыгает и, если встречает на пути прыжка противника, ударяет его и создает стену за его спиной. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А их в итоге получается много. Ульта. Тот же град ударов. Если противник у стены, то урон возрастает многократно. Тот же Баданг на время действия ульты получает небольшой щит. Отсюда следуют связки. Баданг способен заблочить группу противников, или задержать одного, нанося оглушающие удары. Или внести контроль и влепить массовый урон всем, кто у стены. Давайте посмотрим. Возле стены он наносит оглушение, двойной удар первым навыкам и множественные удары ультой. Опасный парень. Узнаю старый добрый мунтун. Интересная механика каждому герою. Ну что, друзья, будем следить за последующими изменениями? Чтобы не пропускать видео, подписывайтесь на канал, пишите ваши впечатления и ставьте лапки. Всем пока. А скриптум новостной выпуск будет на канале завтра. Субтитры подогнал «Симон»